Вот Игнатьич заносит воду для голубей. Так, Никита, на, прими тазик, поставь на тычку, ой, голубям, чтобы застывает, туда-сюда, смотри, крепче держи двумя руками, ставь, взял-то за ручки бы. О, пошел, закрывать голове. Это мы ездили, когда на восток, у нас была такая штука. Ой, у нас, это мы далее дошли до Владивостока. Расстояние страшное. Когда вернулись, 13 дней мы были в поездке, я посчитал, и получилось в среднем тысячу... Вон, выглядывает, Надежда Васильевна, я дверь-то стукнула, она думала... Вот, тысячу тридцать километров каждый день, по тысячу тридцать. Ну, мы строго держали распорядок такой. Ой, вот видишь, какую ногу надевать у меня? Налево, направо, видишь, какие пришиты. Красненькие. Значит, мы, отбой у нас всегда был одинаковый. Десять, где-то мы уже там на заправке или в лесу прятались. А в два часа ночи уже подъем, выезжали. В два часа выезжали. Ну что, да молодец, да. Замечательно. Сейчас я покажу, как я... А, докончу, сейчас дам ей. Дай-ка, маленький. Ой. Сейчас я крикну. Вот, и что там? Ну-ка. Да она думает, что я туда. Я сейчас туда ее приглашу. Буска, давай, скорее, скорее ко мне. Ой, ко мне, Буска, ко мне. Рыбка, рыбка. Ой, какая рыбка мне. Ой, как любит она, мой его. И дядя Володя нам дает. Ой, ой. Хочу, чтобы она была ученая. А то не поймаешь, где... О, вот как. Ну все, 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 все. Надо рыбачить самой учиться. Во. Ну на-на. Вот это. Бумажку съедет. Ну и вот, выезжаем. Третьяков был и Вадим Попов. Ну, трогаемся. Ночью-то труднее. Я сажусь... У меня в газели-то там два сиденья-то. На семь человек. У меня собака лежит. Ну и я тут ложусь. У меня матраса-то не было. Одеяло только были. Я одеяло одно взял, сшил. И в него залазил как в трубочку какую. Ну а тут никак. Надо, чтобы шофер выспался. Игорь Третьяков ложится на заднем сиденье. Головой, кажется, оттуда. Собака около него лежит. А я рядом с Вадимом сижу. И мы трогаемся. Но я вижу, что он... Ну, после сна, ночь, темно. Я говорю, Вадим, вы выйдете, на улице прохладно, ночью-то. Выйди, гимнастика маленькая, чуть-чуть позанимайся. И оббеги три раза вокруг машины. Так, как сфинкс сидит. Даже глаза не моргнет. Я говорю, ты то ли не слышишь. Не разговаривает. Иди вокруг, пробеги. Я уже слова-то сказал. Никаких. Тогда стой на месте, не трогайся. Я тогда выбегаю, перед машиной остановлюсь, гимнастику делаю. Три раза вокруг машины отбежал, садимся, поехал. Я же сказал. Даже нужды нету. А дорогой будет бунт. Я говорю, ты и так всю жизнь потерял, что у тебя есть из-за упрямства такого. Садимся, есть. Яйца там, смятку. Не берет. Почему? Молчит, не ест. Сливки кое-как начал есть. Какая причина, не знает. Мне это, конечно, неудобство составляло. Загадываясь, еще какая причина. А почему не сбегать-то вокруг? Ты расшевелился и за рулем. А уже когда расцветает, он едет сколько тут? Ну, наверное, с двух тысяч часов. Он, наверное, почти до шести, четыре часа за рулем он едет. И тогда он переходит, ложится в матрас у него. Или у него там мешок спальный был. А Игорь за руль, а я рядом так с ним и сижу. Ну, маленько. Я говорю, ничего, что я буду подремать-то, да нет. Вот так мы и ехали. Рассказали, а почему нет-то? Я к тому, что сейчас сделано. Вот, азику. Ну, вот видишь, как трясется вот. Его видно, как трясется-то. Дом наш трясется, как землетрясение. Вот, заметь. Види. Видно, нет? Види как. Я так вот палец поставлю здесь, прочный. Вот к этому месту-то. И гляди, как напротив пальца-то трясется. Сам палец-то трясется. Кого я пока покажу. Ну, понятно, что. То есть, трясется то, откуда наблюдение ведется. А объект тот ветром качает. А видно вот. Вы видишь? Это еще там веревочка шатается. Вон она как. Ветер поднялся сильный. Ну, вот и все. Слава Богу.